Привет, мы с Украины, с вами Александр Вельмошко, канал Одесса и Транспорт, и сейчас мы рассказываем про огромные грибы в виде пламени и дыма, которые поднялись над поселком Новофедоровка, в оккупированном русскими Крыму. Что это было? Успешное действие ВСУ, вывозвавшее Бавовну, или же разгильдяйство самих русских? Ответ на этот вопрос дает черная кошка. Для завсегдатаев нашего канала это понятно, это хорошие новости. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш канал. Очень сильные взрывы раздались сегодня 9 августа в районе 15 часов на российской военной авиабазе в районе поселка городского типа Новофедоровка, что находится неподалеку от городов Саки и Евпатория на территории временно оккупированного русскими Крыма. В различных крымских и русских пропагандистских пабликах утверждают, что это было не менее 7 мощных взрывов, которых у русских называют хлопком, то есть бавовной в украинском переводе. Также там пытаются объяснить это диверсией, возгоранием боеприпасов, неосторожностью при курении и так далее. Официальная версия так называемого Министерства обороны России это, цитата, «детонация нескольких авиационных боеприпасов вызвала взрыв на территории аэродрома». Конец цитаты. Но выглядит это скорее как детонация всего склада боеприпасов тех ракет, которыми русские намеревались стирать с лица земли города и поселки Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Пока что в Сакском районе Крыма объявлена эвакуация. Сообщается об одном погибшем. Людей уже вывозят автобусами. Была бы это детонация нескольких боеприпасов, не было бы необходимости массово эвакуировать местное население. Думайте. До 2014 года это была украинская военная авиабаза. В настоящее время там базируется 43-й истребительный авиационный полк так называемых Воздушно-космических сил России, в составе которого преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24. Отсюда российская армия совершает авианалеты и бомбардировки украинских городов, в том числе и по поселкам Сергеевка, Затока и другим в Одесской области. На снимках, сделанных со спутника сервисом Planet Labs, сделанным сегодня 9 августа в 11.10 по киевскому времени, то есть примерно за 4 часа до взрывов, на аэродроме можно заметить до 40 военных самолетов разных типов. Это уже проанализировали наши коллеги. Расстояние от этого поселка до линии фронта в Херсонской области сейчас более 200 километров. А теперь давайте подумаем, что могло стать причиной такой бы вовны. Украинское командование пока не делало официальных заявлений по этому поводу. Но сразу хочу заметить, что в распоряжении ВСУ есть противокорабельные ракеты с достаточной дальностью, которые могут быть перенастроены на поражение наземной цели. Украина уже могла получить дальнобойные ракеты с дальностью до 300 километров для установок Хаймарс, что было подтверждено несколько дней назад. И если да, то это вполне могло быть испытание по реальной цели. Это мог быть налет беспилотника, причем абсолютная беспомощность русской ПВО против подобных детских игрушек уже общеизвестна. Так что если бы это было дело рук ВСУ, то это был такой толстый намек русским на то, что все их военные объекты в Крыму под дамокловым мечом действительно высокоточные, а не вот этих вот всяких калибров Х-22 и прочего русского хлама с реактивными двигателями. Ну и наконец, версию о собственном головотяпстве самих русских тоже отбрасывать не стоит. Эти ребята способны и не на такое, и не только на уничтожение собственной авиабазы. На этом прощаемся. До свидания. С вами был Александр Вельмошка. До славы Украине!